друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова после выходных заступаем скажем так на нашу рабочую трудовую смену следим за фундаментальными отчетами за статистикой и соответственно за тем что происходит с основными финансовыми инструментами выходные позади друзья очень рассчитываю и надеюсь на то что вы провели их хорошо сегодня у вас достойная хорошая на строение потому что настрой это очень большое дело на финансовых рынках и я уверен то что настроение точно должно быть неплохим потому что мы прекрасно закрыли прошлую неделю ведь все верно увидели сигнал коррекционной динамики по рисковым инструментом и я допускаю друзья то что это коррекционная динамика конца прошлой недели может перерасти в нечто большее возможно даже в новый нисходящий тренд но давайте не будем каркать потому что на зло такого рода предположения и настолько громкие заявления могут распугнуть удачу но все-таки сейчас есть то что есть и мы работаем с распродажами новозеландца австралийца канадца евро и фунта и американская валюта которая все-таки еще сохраняется ну прежде всего делая акцент на собственную торговую активность в моем инвестор портфеле индекс доллара я рад то что все-таки американский доллар не распродали под конец недели настолько чтобы я окончательно собственно вышел из этой сделки но обо всем по порядку давайте начнем с рынка нефти друзья также не забывайте что сегодня в 17.00 по московскому времени состоится вебинар правильный понедельник где мы еще раз поговорим об основных тенденциях ну и классические не забывайте подписываться на наш канал оставлять вопросы по тем инструментам которые вас интересуют с большим удовольствием отвечу на них делитесь вашим видением рынка комментариями будем таким образом искать золотую середину и через разные взгляды не замыленные объективные субъективные неважно я уверен то что нам удастся выйти на точное представление того что с финансовыми рынками происходит я приветствую друзья любой фидбэк конструктивный с вашей стороны ну и конечно же не нужно забывать ставить лайки за которые вам отдельное спасибо рынок нефти 3786 снижается очень жалко что я все-таки не приобщился к распродажам и по этому рисковому инструменту но особо скажем меня тешит мысль того что слабость нефтянки я использовал через покупку пары доллар канадцы потому что в принципе ослабление канадского доллара это логическая реакция на то что происходит с рынком нефти и мы не раз уже подчеркивали что по канадской экономике возможно не так уж и просто понять разобраться в принципе в тех изменениях монетарного курса которые дальше будут влиять на канадца но с другой стороны не нужно разбираться потому что уже столько раз мы убеждались в том что на канадскую валюту прежде всего воздействует рынок нефти и вот пожалуйста распродажи и тут же мощное ослабление канадца является это совпадением мне кажется нет все таки основная движущая сила остается именно рынок нефти я друзья могу выделить по меньшей мере шесть причин почему рынок нефти сейчас снижается это отсутствие уверенности участников рынка в эффективности сделки опек по сокращению производства нефти вторая причина это запасы которые продолжают расти ранее мы получили оценку от американского института нефти потом спустя сутки в среду рост запасов был подтвержденный официальным ведомством минэнерго сша следующая причина это ожидание роста предложения это и за счет ливии этой и за счет мексики и еще не забывайте друзья то что есть еще и прицепом ливия которая из-за своего месторождения шара до готова из-за того что он работа там возобновлена поставить на рынок не меньше 300 тысяч баррелей а в сутки уже в самое ближайшее время следующая причина это укрепление доллара разумеется рост курса американской валюты в котором номинированы все сырьевые инструменты бьет по стоимости этих активов потому что чем дороже соответственно доллар тем дороже становится сырье что снижает его а привлекательность ну такая абстрактная причина но я еще необходимо сейчас ее отметить все что касается других факторов распродаж рынка нефти рост цен который мы наблюдали буквально еще в начале прошлой недели то есть мы их во вторник если мне не изменяет память достигли максимума с марта по бренду и по wta рост цен который случился друзья уже может быть базой в результате которой на рынок начнут возвращаться американские производители которые ждут этого ведь их бизнес сейчас находится на холоде поэтому если этот сценарий сработает и все таки американский нефтяной бизнес окажется в обойме это даст на даст собственно рынку еще один приток предложения но она еще один риск для вот этого самого баланса который будет смещен в пользу того чтобы снижение нефти продолжилось ну еще это ухудшенные перспективы мирового экономического роста здесь мы ссылаемся и на прогнозы организации экономического развития я в одной из статей который мы публикуем на сайте детально останавливался на нем в общем ожидании не самые сладкие фит резерву отметил что американская экономика покажет спад больше чем на 6 процентов 6 и 5 если быть точным но допуская что прогнозы могут измениться ведь нужно еще понятие как американская экономика окончательно переживет вот второй квартал и какие цифры мы там увидим американская экономика это спад который лишь доказывает влияние пандемии друзья негативная на общую макроэкономическую конъюнтуру на такие же проблемы характерные для других регионов и хочется отметить еще и риск повторной вспышки коронавирусной инфекции особенно сейчас плохо дела обстоят в техасе где вообще рекордное количество случаев заражения весь этот фундамент конечно же хорош для того чтобы оправдать снижение цен на нефть но друзья я в короткие позиции залазить пока не буду если вы собственно это сделаете я вас поддерживаю пока что вижу хороший потенциал хода вниз доллар 97 0 3 как уже отметил несколько причин которые сейчас поддерживают интерес к доллару как защитному активу это ралли рисковых инструментов это слабый прогноз экономического роста федрезерва это повторная вспышка коронавируса это скажем фон для тех кто также как как и я верит в защитные свойства доллара поэтому каждый раз когда ситуация ухудшается доллар действительно выигрывает ну и до тех кто все-таки считает что в отношении доллара работы точно такая же теория как и в отношении всех других валютных инструментов касательно регион если выходит хорошая статистика значит валюта национальная растет мичиганский индекс который вышел в пятницу превзошел ожидания экспертов мичиганский индекс это оценка скажем так потребительского оптимизма и 78 9 это хорошее значение поэтому оправдан рост доллара и с позиции локально неплохого релиза завтра выступление павла в конгрессе фактически мы будем следить за его риторикой на протяжении всей недели уверен то что драйва рынка он прибавит очень хочется верить то что друзья мы не доберемся по индексу доллара до 100 плоса который также как и было отмечено ранее находится на уровне 9570 золото 1728 я рекомендовал крыться на отметке 1730 пока новых сделать нету доллар канадец 136 15 друзья здесь рост может продолжиться и вплоть до отметки 138 140 американский фондовый рынок дал серьезную коррекцию фактически с локальных максимумов 10 процентов по снг 2991 но очень важный уровень сейчас конечно же нужно посмотреть и в итоге на чьей стороне окажется инициатива после того как этот уровень проторгуется но будем следить соответственно если что-то интересное появится дам вам рекомендацию евро против доллара 1 1265 друзья очень неплохо мы просели вполне предсказуемые за укрепление доллара из-за общего без рисковых активов и промышленного производства еврозоне которая вышла на прошлой неделе в частности спад 28 процентов друзья снижение на 28 процента только вдумайтесь в эти цифры конечно же нас ждут страшнейшие показатели по экономическому восстановлению и в принципе снижение евро должно было уже давно разразиться на финансовых рынках но лучше позже чем вовсе никогда поэтому друзья прокатились мы на коррекции поскольку у нас в арсенале еще одна активная сделка на продажу по фунту в принципе так же как и по ряду других рисковых инструментов я предлагаю из евро доллара все-таки выйти и сфокусироваться пока что на британской валюте потому что фунт точно будет интереснее ходить на этой неделе потому что в четверг заседание банк англии ставка решение по объема программа количественного смягчения и везде возможные изменения ставку могут снизить до нуля программа количественного смягчения может быть увеличена на сто сто пятьдесят миллиардов с готовностью банка англии действовать также в проактивном ключе с новыми а стимулами в будущем а действовать придется потому что пятничные данные по ввп друзья спад на 24 процента это апрельские значения промышленное производство спад на 23 процента и сейчас мы еще параллельно за слабой статистикой еще и следим за ходом переговоров в отношении брекзита между ес и англии они стартуют точнее будут продолжены уже на высоком уровне сегодня но я уверен то что если будут новости они будут исключительно негативные поэтому по фунту держим касселы я рассчитываю и вовсе до конца этой недели увидеть значение поближе к уровню 122 и важно отметить друзья на прошлой неделе изменился баланс а пока и ману сейчас почти 50 на 50 то есть инициатива может в любой момент перейти как первым как и так и ко вторым но у нас нету перекоса как это было недели назад когда львиная часть трейдов сидела в продажах поэтому мы понимали что рынок скорее всего вырастет сейчас такой такого сопротивления нету и вполне возможно что дорога вниз открыто на этом все друзья большое всем спасибо за внимание всем удачной торговой сессии и недели пока